В Новосибирске стартовала Сибирская аграрная неделя 2023. В выставочных павильонах уже по традиции было представлено сельхозтехника и оборудование ПК, материалы для животноводства и растеневодства, агрегаты для переработки и подработки сельхозпродукции, а также дроны. Не обошлось и без новинок, в этот раз они были крайне интересными. Агролидер FD6300 Необычной эту машину можно назвать потому, что Поднебесная замахнулась на копирование не какой-нибудь американской техники Кейса Эйч. FD6300 это китайский аналог роторных машин бренда, по крайней мере так утверждают сами разработчики. Модель имеет роторное, молотильно-сепарирующее устройство шириной 1300 мм и длиной 3080 мм. Диаметр ротора составляет 660 мм, что снижает потери техники на дроблении. В конструкции наклоненной камеры используются 30P для эффективной подачи большого объема массы. Агрегат также может комплектоваться двумя видами решет для уборки зерновых культур и кукурузы. Комбайн оснащен удобной кабиной, шестицилиндровым двигателем мощностью 300 л.с., топливной системой Common Rail, баком на 500 литров и зерновым бункером емкостью 9600 литров. Опционально доступны и подключаемый механический привод задней оси и видеокамеры. Следующую новинку мы уже точно не ожидали увидеть в условиях экстремального сибирского климата. Самоходный опрыскиватель Metal4 7040 родом из жаркой Аргентины решил явить себя миру, в частности сибирским фермером. Причем сделать это даже не во внутренних павильонах, а на уличной слегка заснеженной экспозиции. Эта техника оснащена оригинальным двигателем Cummins 6,7 литра, мощностью 240 л.с., полным приводом, гидростатической трансмиссией, баком для рабочего раствора на 3600 литров и насосом производительностью до 650 литров в минуту. Машина имеет клиренс до 1,8 метра, а также возможность гидравлической регулировки колеи в пределах от 2,7 до 3,2 метра. Аргентинский опрыскиватель в Сибири вот уж точно не оставит никого равнодушным. Сибирская аграрная неделя не обошлась без белорусов. Многие компании привезли на выставку большие экспозиции. О двух новинках для российского рынка, самоходном опрыскивателе АВ-4224, Адлит Агропром Маш и кормораздачике смесителей КС-1300 от Мастерс Ресурс мы расскажем чуть подробнее. Несмотря на совершенно разный функционал агрегатов и тот факт, что в самой Беларуси эта техника выпускается уже довольно давно, в перечень новинок их стоит отнести хотя бы потому, что это первые образцы, официально ввезенные в нашу страну. Техника АВ-4224 предназначена для внесения на больших площадях химических средств защиты растений и жидких минеральных удобрений. Машина оснащена просторной герметичной кабиной с удобным рабочим местом оператора, белорусским двигателем ММЗ мощностью 212 л.с., гидростатической трансмиссией, основным баком для рабочего раствора объемом 4000 литров, а также штангами с рабочей шириной захвата 24 метра с подвеской маятниково-осевого типа и параллелограммным механизмом крепления. Шасси опрыскивателя имеет клиренс 1,4 метра. В свою очередь, кормораздачник, смеситель, мастер, миксер оснащен сразу двумя вертикальными шнеками. Техника разработана специально для агропром-предприятий с большим поголовьем крупного рогатого скота. Конструкции предусмотрена как односторонняя, так и двусторонняя выгрузка. Объем бункера составляет 13 кубических метров, а грузоподъемность 5,2 тонны. Агрегатирование происходит с тракторами тягового класса 1,4 и 2,0. Привод от вала отбора мощности трактора. Кстати, о тракторах. Кроме отечественных компаний, знакомых нашему рынку брендов из Беларуси, впервые на выставке в Сибири были представлены два десятка китайских компаний. Китайские производители продолжают ввозить в нашу страну как новые, так и модернизированные под требования российских фермеров модели. Сибирская аграрная неделя стала для таких презентаций отличной площадкой. Местным фермерам показали и обновленный трактор InSign YX1604F мощностью 160 л.с. и доработанный трактор Катки R3504X мощностью 350 л.с. А также свежий Лавол 2004ТР мощностью 200 л.с. Еще одной премьерой выставки стали компактные индийские тракторы ТАФФЭ-6022. Это агрегаты с крайне удобным рабочим местом оператора, кабиной открытого типа и двигателем мощностью 26 л.с. В целом экспозиция сельхозтехники на сибирской аграрной неделе получилась неплохой. Дилеры везли в экспоцентр как технику местного российского производства, так и машины европейских брендов. Однако, на наш взгляд, выставка все равно стала чуть-чуть меньше, а китайская экспансия чуть очевиднее. Какая из новинок вам понравилась больше и как вам в целом мероприятие? Оставляйте комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова